Всем привет! Это Павел Коныгин и Наталья Жданова. Наверное, вы знаете нас по проекту «Продолжение следует». Это подкаст, основанный на главных расследованиях и репортажах высших в российских СМИ за последние 20 лет. Но сегодня мы запускаем новый формат. Он называется «Продолжение следует. Люди». И это неформальный разговор о главных событиях с их участниками, с экспертами и журналистами, в общем, с теми, кто может рассказать, как всё было на самом деле. Ну а помимо Ютьюба вы сможете найти это шоу также на всех крупнейших подкаст-платформах, которые вы только знаете. Это Apple, Google, CastBox и Яндекс.Музыка. Все ссылки будут в описании. И тема премьерного выпуска – убийство Анны Политковской. Прошло 15 лет, и заказчики до сих пор не названы. Сегодня будем говорить об этом с заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым. Это тот журналист, который расследовал убийство Анны Политковской и очень хорошо знаком с делами о заказных убийствах Пола Хлебникова, журналиста и главного редактора «Русского Форбс» и политика Бориса Немцова. 7 октября 2006 года, когда все произошло, где ты находился? Ну, я был в коммунировке в непризнанном Северном Кипре с журналистской делегацией. Позвонил Мурат, сказал. Естественно, тут же мы свернули визит, поехали. Меня поразило, что и в Кипре, и в Греции, и в Турции мы на перекладных ехали. Везде главная новость всех телекомпаний местных была Анна Политковская. И тогда стало понятно, что это история мирового уровня. И, естественно, переделывали весь номер, и народ всю ночь работал. Утром не хотел расходиться. Конечно, ситуация... И атмосфера была подавлена, и моральная изношенность людей сразу стала видна. А вот ты помнишь этот момент, когда Муратов сказал, что все будем закрывать газету, потому что слишком высока стала цена такой журналистики? Ну, я не помню, какой день это было, но недолго от убийства прошло. Да, это было сказано. Согласен с такой пацаном? Ну, понятно, что это было сказано на нервике, на еще эффекте первых дней. Тогда, скорее, я был даже согласен согласиться, даже думал согласиться с этой мыслью, потому что это же был не первый потерянный нами друг-коллега. Это третий за очень краткий промежуток времени. Но молодежь тогда воспротивилась, и мы к ней прислушались, и эту тему больше не поднимали. А таких, кто испугался, ушел из-за здания? Нет, таких не было. Таких не было, хотя, честно говоря, в первые дни было непонятно, это была целенаправленная акция в отношении Анны Степановны, либо это начались какие-то очень серьезные вещи, связанные со всей газетой. Разные были версии, разные были мысли, но понятно, что из всех нас Политковская была на самой грани опасности, и практика потом и расследования показали, что да, это было целенаправленное убийство Политковской. Целенаправленная месть, потому что изначальная версия, допустим, на того же Следственного комитета, что, возможно, это связано с какой-то публикацией конкретной Политковской или с тем, что она готовила к публикации. Нет, это все не подтвердилось. Это было убийство по совокупности заслуг и как журналиста, и как общественного деятеля, и как правозащитника. Можно ли ее было как-то защитить? Было очевидно, и Дмитрий Муратов об этом говорил неоднократно, что атмосфера вокруг нее накалялась, и летом было понятно, что как-то тревожно. Да не летом, за год до этого было понятно, что тревожно, но просто мы не обладаем возможностями какой-то, не знаю, федеральной службы охраны, да, и для того, чтобы обеспечить безопасность журналисту, который занимается такими сложными темами, нужно сделать только одно, чтобы он пристал быть журналистом и пристал заниматься такими темами. Политковская, конечно, это не была согласна, а в бункер ее не посадишь. Единственное, что мы настаивали и Муратов, и я, и многие другие сотрудники, чтобы Аня перестала заниматься, ну уж хотя бы так плотно, темой Чечни, потому что понятно было, что основная опасность уходит оттуда, и от чеченских банформирований, федеральных силовиков, и от силовиков московских, что называется, которые там тоже произвились в Чечне. Вот, и мы, в принципе, ее убедили, что надо менять немножечко направление работы, она стала заниматься другими темами, другими регионами. Вот, но к ней же постоянно люди приходили. К ней постоянно приходили жители Чечни, к ней постоянно приходили обиженные силовики, постоянно приходили люди, так ли они связанные с Чечней, и просили помощь. Она не могла им отказать, и поэтому полностью отрезать эту тему было невозможно. Слушай, ну вот эта тема вообще безопасности журналиста в России, она же такая, она же очень больная, и в том числе это не только вина государства, которая не может обеспечить безопасность всех граждан, в том числе журналистов, но и, наверное, изданий, потому что у нас очень плохо изданий следят за тем, за подготовкой журналистов, которые работают в горячих точках. Я сейчас не говорю конкретно про кого-то, но вот несколько историй взять, которые заканчивались плохо, да, будь то вот с группой Арханаджемали, которую просто расстреляли, да, в ЦАР, или были другие случаи, когда ездили на микроавтобусе наши коллеги в ту же самую Ингушетию, их там тоже поймали, схватили. Но ты сам бывал в горячих точках, ты с чем-то таким сталкивался. Да, и со мной дважды была история, да, в Донбассе, и с Михалычем была история, Михалыч, в лесу, и, в общем-то... Должен заметить, что это был не Донбасс, а Москва. Да. Паш, я понял твой вопрос, но я на него отвечу так. У нас с тобой даже не было кнопки специально на телефоне, да, тревожной? Понимаешь ли какая штука, Паш? Если мы посмотрим на общее количество погибших журналистов, да, в России... Кстати, если мне не изменяет память, только одно убийство полностью раскрыто, и назван заказчик, это убийство Игоря Домникова, нашего журналиста, да? Все остальные остались без заказчиков, а в большей части случаев и без исполнителей. Ну так вот, если мы посмотрим на это общее число, то мы увидим, что количество людей, погибших по трагическим обстоятельствам в горячих точках, по сравнению с тем, кто был убит в самой стране, в России, в никакой не горячей точки, очень мало людей, как правило, убивают по дороге домой или на работу, или в собственном подъезде. И здесь какие-то курсы, не устраивая по ношению бронежилета, это все бессмысленная история. А издания не обладают, повторюсь, всеми предмомбасами государства, чтобы каждому журналисту, который занимается какой-либо более-менее острой темой, а в России почти все темы острые, кроме бабочек, обеспечить там личную охрану, личного шофера и так далее. Журналист, которому грозит какая-то опасность, какая-нибудь Политковская, он может либо уехать из страны, либо перестать заниматься своей темой? Опция какая? Значит, и мы придерживаемся, лично я со своими людьми, которые со мной работают, придерживаюсь, что если я вижу, что та тема, которая получена журналисту, становится опасной, а журналист молодой или не обладает должной степени квалификации, чтобы хотя бы как-то самого себя обезопасить, хотя бы головой крутить направо и налево, то значит эта тема переходит к другому журналисту. Да, либо проблема в том, что профессия журналиста в России – это смертельно опасная профессия, да. А что ты скажешь по поводу оружия у журналистов? Помнишь, была такая тема горячая, и спор она вызывала? Вот журналисты оружия, по-твоему? Ну, ты имеешь в виду травмат? Я имею в виду, да, любое оружие, которое может его защитить, ну да, травмат или, не знаю, там, газовый пистолет. Ну, мы же прекрасно понимаем, что любой травмат, газовый пистолет, там, или баллончик, или там какая-нибудь оралка-пыхтелка в кармане, да, она защищает от гопников, хулиганов и пьянцев. От Махмудова не защищает? От Махмудова не защищает. То есть, если поставлена задача кого-то убить или проучить, да хоть ты обвешивайся этими, значит, газовыми баллончиками. Это бессмысленная история. Наташа, а ты что думаешь по поводу оружия у журналистов? Я себя не представляю с оружием в руках, ну, даже травматы. Наверное, надо какие-то курсы пройти или что-то такое. Нет, ну, допустим, если будут курсы, если научат тебя, да, вот. Ну, это, мне кажется, отдельная тема, потому что, если мы говорим о заказных убийствах, я согласна с Сергеем, что когда там стреляют в спину или как там, в Немцова киллера со спины, да, то как ты защитишься? Я вот тоже отказался. Нам же предлагали оружие после очередного, по-моему, да, покушения? Ну, ты все-таки уточняешь, что тебе не галбицу предлагали. Нет, нет, не галбицу. Значит, все-таки травматическое оружие. Я предполагаю, что, значит, все эти средства защиты нужны журналистам точно так же, как любому другому гражданинской федерации. Когда был разгол уличных безобразий, да, это было актуально. Но защититься от профессионалов или даже недопрофессионалов – это бессмысленно, потому что все-таки журналист не обладает ухватками секьюрити. В редакции что-то поменялось в плане обеспечения безопасности журналистов после убийства Анны Политковской? Ну, во-первых, мы на какое-то время приостановили деятельность Чечни, особенно после убийства Наташи Эстемировой, которая была нашим автором, работала в мемориале, которой мы всячески уговаривали уехать из Чечни. Вот. Потом к этой теме потихоньку вернулись. Ну, и, естественно, стали, как я сказал, более трезво оценивать опасности в каждом конкретном случае. Потому что ведь, слушайте, ну, в свое время действительно Паша прав. Время Первой Чеченской войны, условно говоря, и до этого, ну, где была большая опасность? Ну, она была в горячих точках. А теперь человек едет в командировку, там, условно, Рыбинск, и мы не знаем, там, потрывают ему руки и ноги или не потрывают. Ну, были люди, которые занимались темой, которая их надорвала, как журналисты, они ушли из профессии. И у нас тоже такие были молодые журналисты, которые, столкнувшись с угрозами впервые в своей жизни своего адреса, решили, что нет, ребята, эта профессия не для меня. И не стоит их в этом ни упрекать, ни как-то там хихикать над ними. Это выбор человека. Вот. А что касается обычных командировок, ну, у меня был журналист, который стажировался в редакции где-то месяца восемь. За это время, значит, он спасался от бандитов, выпрыгивая из поезда на полном ходу. Ему сломали ребро и побили омоновцы. Этот человек в восемь месяцев стажировался в «Новой газете». Он остался в «Новой газете» и в профессии? Ну, он остался в журналистике, но не в «Новой газете». Если говорить про расследование, вот спустя 15 лет, что нам подлинно известно уже об этом убийстве и какие остаются белые пятна? Ну, давай начнем с того, что достоверно известно. Ну, достоверно известно те люди, которые исполняли это преступление. Братья Махмудовы. Значит, их дядя Ломарий Гайдукаев, подполковник полиции, тогда милиции Павлюченков, бывший капитан Рубопа Хачукурбанов. Все эти люди известны. Они сидели на скамье подсудимых. И я не разделяю вопли очень странных людей, которые считали, что эти люди невиновны. От нас кого-то тут скрывают. Никто никого не скрывает. Люди, сидевшие на скамье подсудимых, действительно виновны в этом убийстве. И присяжные высказались по этому поводу однозначно. Значит, другое дело, что нам достоверно неизвестно, пожалуй, самое главное, помимо киллера, киллер сидит на пожизненном Рустам Махмудов, нам не ввестен заказчик. То есть в редакции есть версии, которые, конечно, мы публично не будем озвучивать, потому что, в отличие от российских судов, знаем, что такое презумпция невиновности. Ну, я предполагаю, что политический руководство страны знает эту фамилию заказчика уж точно. Поскольку, если бы эта фамилия была неизвестна, то бы следствие сделало все, чтобы ее установить. И, соответственно, я глубоко убежден, что про нынешнюю, скажем так, политическую конфигурацию власти в России заказчик не будет назван и не будет наказан. То есть ты хочешь сказать, что имя заказчика стало известно очень быстро после того, как убийство произошло? Ну, я не знаю, в временном лагере, каком можно говорить, но то, что фамилия заказчика известна, ну, я бы не сказал, что, допустим, известно так, что хоть сейчас суд отдавает. Ну, президенту доложили в зеленой папочке, да? Думаю, что да. Имя заказчика – это главное белое пятно в этой истории. А что еще? Что еще остается невыясненным? Еще остается невыясненным, как это убийство могли прошляпить, скажем так. Потому что события, которые вокруг Анны Политковской происходили, вокруг тех фигурантов, которые в итоге оказались несколько мне подсудимых, позволяли сделать так, чтобы этого убийства просто не было. Ну, если у нас, значит, агентом ФСБ в федеральном розыске киллер носится по стране по чужим документам, то что бы его не посадить за предыдущие преступления, а не давать кратбланш на все, что хочешь, да? На самом деле, ты бы часто об этом писал в расследовании, да, дело, что команда убийц, вообще убийц, да, были жутко непрофессиональными, что это были, что называется, да, такой колхозный уровень. Ты можешь пояснить, что ты имел в виду, когда ты говорил непрофессионально? Ну да, потому что, ну, как можно считать профессионалами людей, которые спустя какое-то время после убийства начинают общаться по той самой симке рабочей, боевой, да, которая была в день убийства. Ну, жадность задушила, они не скинули ни симки, ни машину, на которой киллеры возили туда и обратно. Значит, почему это приключилось? Ну, потому что один из главных организаторов этого убийства, подполковник Павличенков, который в ГВД в том числе отвечал за наружное наблюдение, он страдал граманью. И настолько стало понятно в ходе следствия, деньги, переданные авансом за убийство, он просто профукал. Просто проиграл, да? Ну, проиграл. Ну, там ремонт замечательный в квартире был, он любовница свою квартиру отремонтировал. То есть, так жил, ничем себе не отказывал. Вот, а потом выяснилось, что заказчик-то недоволен, и об этом в прослушных разговорах не от того же Гудякова чётко сказано, что там заказчик топает ногами, говорит, ну, если они не могут, то мы сами, собственно, всё сделаем. Время поджимало, денег не было. Он даже пытался с кем-то из бандитов на бартер договориться, типа, вы убиваете Палитковского, я вам что-то другое сделаю. Бандиты оказались не тупыми, отказались от такой радости. Вот, и в итоге пришлось брать то, что было под рукой, а кто был под рукой? Родственники племешей. Вот, собственно, этих племешей и к делу пришили. Трёх братьев Махмудовых, один из которых всё-таки был уже опытным человеком в розыске, он и стал киллером. А остальные следили, сигналили по трубке. То есть, решили совершить убийство с минимальными расходами. Естественно, эти люди были не готовы, ничего не умели, слава богу, потому что иначе бы труднее было поймать. Ну, а так? После убийства Махмудов каким-то образом сумел получить загранпаспорт, даже перевезти семью в Европу, пожить в Чечне? Ну, это, кстати, говорит о том, что обычный чеченский парь Рустам Махмудов действительно имел какие-то подвязки в органах власти, причём в правоохранительных структурах. Потому что, напомню, он и так жил в Москве под поддельным документом. После преждевременных арестов, значит, он, естественно, удрал из Москвы в Чечню, где сделал документы уже на третью фамилию. По ним, уехав в Ставрополь, потому что в Чечне-то они делали это грамм паспорта, уже в Ставрополь он по этому третьему поддельному документу сделал от себя загранник и вывез свою семью в Европу. Сантом пошлялся, в Турции пожил, потом тихомирно вернулся в Чечню. Ребят, я не верю ни капельки, что замечательная правоохранительность системы Чечни, у которой каждая мышна в учёте, эти вещи пропустила по нерасторопности. Сергей, а заказчиков вообще пытались искать в течение этих 15 лет? Нет. И не было такого момента даже в расследовании, когда могли? Все дело в том, что сразу в первые дни после убийства была поставлена политическая задача следствия. Заказчиком должен быть Борис Березовский. То есть он был назначен изначально. И следствие массу времени убило на попытку поймать Березовского и даже этим занималось после его смерти. Другие версии серьёзно не отрабатывались. Почему Березовский? Ну, потому что, очевидно, кому-то хотели сделать приятное. Потому что Березовского у нас назначали ещё и убийцей Пола Хлебникова, если вы помните про расстрел главного редактора русского Форбса. Березовский тогда был жупелом. Значит, соответственно, все гадости в России совершают Березовский, все убийства совершают Березовский. А учитывая, что президент Германии тоже, наступая, намекнул, что мы-то знаем, что это зловредные олигархи, сбежавшие из России, убийство совершили. Ну, поэтому взяли под козырёк и понеслась. Слушай, ну вообще эти дела очень сильно похожи. Ты сказал про дело Хлебникова, а ещё можно вспомнить дело Немцова и Политковска. И во всех этих делах очень есть одинаковые, похожие мотивы. И Муратову была заметка, в которой он сравнивает, в частности, убийство Политковска и Немцова. И, по-моему, там есть 15 пунктов. Есть практически стопроцентное совпадение по всем этим пунктам. Да, по всем этим пунктам надо ссылку поставить нам в описании. Мы это сделаем. Ты согласен с тем, что действительно очень много общего, и что есть основания говорить, что заказчик может быть один и тот же во всех этих трёх делах? Ну, внешнее сходство, безусловно, по деталям. Да. Суть похожа, потому что во всех трёх случаях мы говорим про Чечню. Как велось следствие, вернее, как оно не велось, тоже очень похоже. Различие, что называется, в методике заказа. Потому что Хлебникова и Политковского убирали люди на аутсорсинге. То есть те, которым проучили заказ через криминальные структуры. И, судя по всему, эти криминальные структуры одни и те же, что в убийстве Пола Хлебникова, что и в убийстве Анны Политковской. Тот же самый Гайдукаев. Те же самые, значит, чеченцы, которые в окне укрутились. Тот же самый Павлюченков. То есть и не случайно делал один слеватель. Один слеватель вёл дело и убийство Хлебникова, и убийство Политковской. А вот с Немцовым была нескольная ситуация. Потому что убийство Бориса было выдвинуто на тендер. Да, тендер так называемый. И когда, значит, разные группы могли его осуществить, и, как правило, на тендер выдвигают в том случае, если в убийстве предполагается участие силовиков в Чечне. Расскажи, коротко, что из себя представляет тендер? Ну, тендер, классический тендер – это когда до группы заинтересованных товарищей доносится мысль, что этого человека необходимо устранить. И, соответственно, обявляются награды. Кто первый добрал до печального финиша, тот и деньги получает. Как правило, тендер разыгрывается среди приближенных людей заказчика. И в данном случае мы можем говорить, что тендер разыгрывался между действующими или экс-чеченскими силовиками. Ты сказал, что мы не будем спекулировать, рассуждая о заказчиках. Но, тем не менее, все эти три дела, которые мы сейчас упомянули, они так или иначе ведут в самые высокие кабинеты Чечни. Как минимум, да? Уж, по крайней мере, там были задействованы высокопоставленные силовики. Ну, по полковнике это тоже что-то значит. Можем ли мы говорить, что руководство Чечни, как минимум, было осведомлено об этом? И можем ли мы говорить о том, что в таком случае и высокопоставленные российские руководители тоже не могли не знать о том, что готовится устранение Немцова, Политковской, Хлебникова? Это же не просто какие-то истории криминальных разборок. Это же не бандиты стреляют за... Нет, ну, слушайте, здесь надо исходить... Это политический фактор, да? Ну, здесь надо исходить из того, что все-таки не Чечня часть России, а Россия часть Чечни. Допустим, какие-то конкретные персонали могли и не знать. Ну, уж точно после они все узнали. Ну, это сто процентов. Кто сейчас может назвать имя заказчика? Павлюченков сидит в тюрьме, и он в теории может, да? Павлюченков может, он обещал, но не сделал в рамках сделки со следствием. Ломали Гайтукаев мертв? Гайтукаев мог, но мертв. Ну, из тех, кто как бы сидел на скамье подсудимого, скорее всего, все. Теоретически мог знать Махмудов, потому что все-таки он тесно общался с дядей, с Павлюченковым. Но тут у меня полностью уверенности нет. 15 лет прошло с момента убийства. Что это значит? Что заказчики уже не будут привлечены к ответственности? Ну, формально, согласно российскому закону, через 15 лет после совершения преступления по такой статье, истекает срок привлечения к ответственности тех, кого не поймали. Это не значит, что следствие будет закончено. Следствие обязано продолжаться. Бастрыкин же сейчас ищет убийц Николая II и тех, кто учинил геноцид в Советском Союзе. Значит, соответственно, с тем же успехом будет искать, очевидно, и дальше убийство Анна Политковской и Бориса Немцова. Но в законе есть такой пункт, что в том случае, если идет речь об убийстве, в убийстве, вернее, о преступлении, за которое может быть назначена высшая мера наказания расстрела, который, как известно, у вас не отменен, да, либо же пожизненное заключение, в этом случае, если такой, допустим, заказчик Политковской будет найден, то либо следствие, либо прокуратура, либо потерпевшие, их адвокаты, могут ходоставить через суд о том, чтобы вот это вот истечение срока давности было отменено. То есть формально, значит, если мы возьмем идеальную структуру, что там спустя какое-то время заказчика поймали, то заказчик может быть осужден и приговорен, и этот приговор будет при нем исполнен. Но опять-таки я предполагаю, что это может случиться только в том случае, если а. изменится действующая власть, либо б. во что я мало верю, заказчик каким-то образом совсем уже нагадит действующей власти, что решат его сдать. То есть если действующая власть у нас, если у нас, грубо говоря, в Кремле знают, кто это сделал, насколько дорог ей этот заказчик получается, в чем причина тогда? По ряду обстоятельств, которые власть считает весомой, значит, раскрытие и наказание этого заказчика политически нецелесадково. Как известно, власть никогда не ориентируется на норму морали и нравственности, а дурная власть особо не смотрит на законы, которые сама же я принимала. Тогда все оправдывается политической целесообразностью, безопасностью государства, стабильностью развития и т.д. и т.п. И, судя по всему, люди в Кремле прекрасно в это сами верят, им удобно в это верить, и поэтому с их точки зрения то, что заказчик не сидит и не назван, это правильно. Они так считают, что меньшее зло это то, что он на свободе. По сравнению с 2006 годом, что сейчас поменялось? Можно ли говорить о том, что журналисты сейчас в большей безопасности находятся, что все-таки таких событий уже не произойдет? Ну, понимаете, какая штука. Здесь надо различать, во-первых, федеральных журналистов и региональных журналистов. Кстати, у региональных журналистов жизнь много хуже и опаснее, чем у федеральных. И региональных журналистов как били, так и будут бить, как убивали, так и будут убивать. Потому что ощущение безнаказанности у тех, кому приходит в голову прочие журналисты, полное и подтвержденное эмпирическим путем. Потому что, повторюсь, никто из тех, кто нападал на журналистов, бил журналистов, убивал журналистов, за редким исключением и не понес наказание. Соответственно, делать можно. Эта безответственность порождает вал агрессии по отношению и к журналистам, и к общественным активистам, и к политической оппозиции, бог знает камень. Это первое. Второе. Значит, если ранее власть стеснялась слова репрессии и как бы так негласно делегировала право насилия криминальным структурам, либо же каким-то чиновникам, либо силовикам, которые в свободное от работы время выходные кого-то мочили, то теперь власть полностью перестроилась и будем сажать, влиять на агентами. И уж точно, если кто-то захочет кого-то проучить, никогда не будем мешаться. Поэтому ситуация в Вернаде стала более опасной. Помимо людей с бейсбольными битами, теперь существуют судьи, фэсбэшники и прочие добрые люди, которые могут сделать журналистам все то же самое. А еще повара есть такие, особый тип людей, которые... Да, есть повара, массажисты, охранники, постельничьи, охранники, да, огромное количество людей, которые прекрасно знают, что им ничего не будет за то, что они там кого-то проучат. Но представьте себе ситуацию, когда известного журналиста расстреливают в подъезде собственного дома в 21-м году. Вот это возможно? Да, возможно. Ну, мы же расследовали, например, несколько случаев таинственных смертей активистов, журналистов в регионах, Михалыч сказал. И там были следы людей, так или иначе связанных как раз с тем самым поваром Евгением Пригожиным. То есть мы, конечно, ничего не можем утверждать, но вот эта связь, да, и уж, по крайней мере, есть доказанные случаи кибербуллинга. Понимаете, ведь в этой ситуации легитимизированного насилия, если там условный человек близкий к власти решит кого-то проучить, ведь они тоже не будут его за это стыдить или сажать, потому что, опять-таки, политическая слесообразность будет диктовать необходимость его простить, может быть, там пожурить, по попе надавать, да, в угол поставить, но не больше. И это люди прекрасно понимают. Значит, и, ну, очевидно, да, как с Борисом Немцовым эта ситуация очень сильно взорвала реальную политику. понятное дело, что заказчик взял слишком много на себя ответственности и с точки зрения Кремля, скорее всего, был неправ. Вот, очевидно, он получил по жопе. Вот, но дальше дело не пошло. Я хотел спросить еще у тебя вот о чем. Ты несколько лет назад, еще, по-моему, до выборов президентских или сразу после них в 2018 году написал такой пост в Фейсбуке, он был открыт, и поэтому, я думаю, могу его цитировать. Ты написал, что нет никакого смысла больше оставаться в профессии, что сама профессия потеряла какое бы то ни было, потерялась вообще. И нет никакого смысла оставаться в России в профессии. Вот. Это было еще до всех этих жутких историй про иноагентство, да, про уголовные дела в отношении журналистов целых до закрытия СМИ. Вот сейчас, 21-й год, да, мы пережили какой-то жуткий 20-й, и живем еще более жутко на 21-м. Вот что-то, ты сейчас что можешь сказать? Ты возвращаясь, вот сравнивая с тем, что ты сказал в 2018 году? Ну, конечно, ситуация стала хуже, потому что журналистика в России переживает агонию. Если мы говорим действительно про профессию, а не про ее имитацию, огромное количество людей получили запрет на профессию. Не просто потому, что они там названы иностранными агентами, например, да, просто потому, что работать негде. Человек, который обладает какими-то морально-нравственными устойчивыми представлениями о жизни, обладает профессиональной этикой, да, просто профессиональной гордостью, такие люди не могут никуда устроиться на работу, потому что место, куда они устроятся, могут остались, но они не резиновые. Вот, а где еще? Ну, единственный вариант это переходить к любимому нам в 18 веку работать в жанре профессиональной журналистики. Вот, но, как известно, социальные сети теперь у нас тоже очень любят российское государство и запросто забанят такого профессионального журналиста за что-нибудь. То есть, резко сузилось профессиональное поле. Вот, а с другой стороны, слушайте, ну ведь людям далеким от профессии сейчас даже представляться журналистам стыдно, потому что 85% действующих журналистов это продажные шкуры, которые продали и собственное представление о жизни и профессию, да? А как вы думаете, где бы работала Политковская, если бы она дожила до нашего времени? в газете занималась бы вопросами политических заключенных. Да? Так уверена. Чечней бы не занималась уже? Нет, и Чечней тоже занималась, но там уже устоявшийся ужас, так скажем, да? Мало того, значит, она бы занималась теми политическими заключенными, которые ей лично не близки, потому что в вопросах справедливости она абсолютно не разделяла людей на тех, кто ей нравится и кто не нравится. Ну, я не могу себе представить Политковскую в 21-м году, то есть это было бы безумно здорово, если бы, конечно, она дожила до этого времени, но я, просто споставляя нынешнюю эпоху и вот ее, да, как тоже глыбу и на самом деле тоже своего рода, да, примету той эпохи, они как-то как будто две параллели реальности. Я не понимаю, как это, как, она бы не допустила, может быть, своим фактом существования того, что... конечно, не надо переоценивать данную ситуацию, роль персонального... Ну, извини, я немножко хроматизирую. Да, но проблема считается в том, что Анна Политковская все-таки из того поколения журналистов, которые знали, как работать, когда плохо. Но подстроиться настолько... Вот ваше поколение пришло работать тогда, когда все было хорошо. И теперь вы попадаете в ситуацию, когда плохо. Для вас это ужасно. А мы возвращаемся к прошлому. Значит, у нас есть опыт работы и мало того... При советской власти, У меня есть замечательный опыт работы с замечательными тетеньками, которые сидели этажом выше и были выражены красным карандашом под названием цензура. Главлит, да? Главлит. Вот, замечательно как-то ухитряли жизнь. Нам надо лайфхаки какие-то получить от вас, потому что довольно стрессово. А я не хочу, на самом деле, вот серьезно, а я не хочу этому учиться. Нет, другое дело... Паш, понимаешь, другое дело, что тогда были известны правила игры. Они были ужасными, но честными. То есть, честно, была предварительная цензура. Ты честно шел с своей статьей к цензуру, с ним ругался, объяснял, приходил к компромиссу. Да, это были понятные правила игры. Да, если ты писал, допустим, про войну 12-го года, помимо цензора обычного, ты должен пойти еще к военному цензору. Все это было понятно и все это было просто. А нынешние пидарасы что? А сейчас нет правил игры. Сегодня здесь, а завтра здесь рыбу заворачивали, понимаете? Сегодня здесь читаем, завтра это не читаем. Сегодня по закону, а завтра убийцы пришлем, понимаешь? Это наперсочники, они нечестные. Если там были понятные правила игры, и ты прекрасно знал, что будет, если ты нарушишь их, сфалишь, то здесь шины непонятны. Ну, сказать-то все-таки сейчас можно больше, чем тогда пока еще. Ну, да. Хотя тогда все-таки комсомольская правда была, в которой я работал, все-таки это была партийная газета, на секундочку. Ну, ЦК ВЛКСМ, никто не смущает, что это одно и то же ЦК ВПСС, да? Значит, ну, однако же, первыми, кто написал действительно об афганской войне, это была комсомольская правда. То есть, какие-то, да, изопов язык, да, вот так вот, но человек, который поставил свои цели, он что-то сделать мог. Здесь же настолько девальвировались понятия правды и неправды, что жизнь похожа на фейк. Вы видели то, что происходило тогда, видите, что сейчас, что дальше, к чему нам готовиться? Кто бы знал. В России надо жить долго, как классик сказал. Посмотрим. А ты что думаешь? Ты так сказал, дайте нам какие-то лайфхаки. Я прям, мне это до сих пор не отпускает. Я, мне кажется, что, конечно, Михаил Ильич абсолютно прав насчет того, что надо выживать, но в какой-то степени есть какие-то пределы, какие-то линии, через которые уже невозможно дальше переступать. Нет, Паша, ты должен всегда помнить, что есть люди, которые в тебе нуждаются. Ну, и в тебе конкретно, конечно, да. Нет, ну и пусть вам нет уже нуждаются. Возможно, и в тебе, да. Спасибо. Значит, потому что есть люди, которым то, что делаешь ты, то, что делаем мы, оно необходимо. И пока этих людей будет больше единицы, да, ну, придется помогать им жить. Ну, а что? Субтитры сделал DimaTorzok